В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Инспекторы ГИБДД напомнили о безопасности во время зимних прогулок. Вы у нас еще и были заметными, да, на дороге? Сотрудники Управления МВД России по Ленинскому городскому округу задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в покушении на мошенничество. Я искал какую-то подработку, наткнулся на группу. Вот, и там было написано, а прием наличный, ну, я связался. За кулисами Дворца культуры заведующая костюмерной Татьяна Бакай рассказала о создании сценических нарядов артистов. Сажусь, расшиваю блестками, выходит. Вот теперь нормально. Зимой каждый ребенок ждет снегопада, чтобы вооружившись ледянкой отправиться покорять ледяную гору. Но к увлекательному досугу стоит подходить разумно и придерживаться правил безопасности. Их детям напомнили инспекторы ГИБДД. Как проводить время весело и без вреда для здоровья, узнала Инга Инчук. На площади у кинотеатра «Искра» заметное оживление. После установки ледяной горки здесь слышен детский смех и неутихающие споры, кто будет спускаться первым. В веселом досуге главное не увлечься и не забыть о правилах безопасности, потому что лед – штука серьезная. Сотрудники ГИБДД контролируют обстановку. Сегодня с отрядом ЮИД из пятой школы мы напоминали нашим родителям, деткам, соответственно, о безопасности, о безопасном поведении на горках. Как вести себя, как можно кататься, как нельзя кататься. Такие мероприятия ГИБДД проводит регулярно. Главное – донести до детей правила в веселой игровой форме. Например, с помощью картинок и листовок. Также сотрудники госавтоинспекции вручили детям полезные подарки в виде браслетов и наклеек со светоотражающими элементами. «Вы у нас еще и были заметными на дороге?» Дети подходят к зимнему развлечению ответственно. Если вы вдруг не знаете правила поведения на горке, они вам расскажут. «Всегда уступать дорогу детям, которые стоят внизу. Никогда не ехать, если кто-то перед тобой уже съехал и еще не ушел с горки». Также, если ребенок не может встать с горки, потому что скользко, надо ему обязательно помочь, чтобы и другие не ждали, и он встал. Иногда горки на дворовых территориях местные умельцы делают сами. В этом деле главное помнить, где устанавливать такой объект, чтобы безопасности детей ничего не угрожало. «Уважаемые родители, если вы увидели несанкционированные горки, которые выходят на проезжую часть дороги, хотелось бы обязательно вам напомнить. Позвоните или сообщите каким-то образом в дежурную часть ОГИБДД МВД России по Ленинскому городскому округу, для того, чтобы безопасность наших детей превосходила все опасности». «Проводите зимние каникулы весело, а главное – безопасно». Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники Управления МВД России по Ленинскому городскому округу задержали 30-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в покушении на мошенничество. Задержать предполагаемого преступника полицейским помогла бдительная консьержка. Максим Козлов расскажет подробности произошедшего. История, которой с нами поделились сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу, началась со звонка пенсионерки жительницы Видного, якобы от подруги семьи. «Я взяла трубку, мне сказали, что произошла авария с моей подругой. Вот. Она получила небольшие телесные повреждения. У нее губа там и два ребра». Псевдознакомая также рассказала, что вторая участница аварии получила серьезные травмы. И чтобы замять инцидент, попросила у пенсионерки полтора миллиона рублей, якобы на операцию. «Я же пенсионерка. Вы знаете, что пенсионер. Откуда у меня много денег? А мы, говорит, сколько есть, только и набираем. Вот. А потом мы вам отдадим». Имеющиеся в наличии 140 тысяч рублей женщина передала курьеру. При этом разговор по телефону продолжался. «А дальше она говорит, а у вас, может быть, деньги есть в Сбербанке?» Я говорю, да, гробовые есть. «Пойди с ними, мы вам отдадим эти деньги. Только через какое-то время». Женщина отправилась было в банк, но на выходе из подъезда поделилась сложившейся ситуацией с консьержкой. «Она говорит, ты что, дура, что ли? Только ты снимешь деньги, они тебя оглаушат, возьмут деньги и уйдут. А тебя, в общем, на тот свет отправят». Женщины позвонили в полицию и сообщили о произошедшем. В дальнейшем все действия проходили под контролем стражей правопорядка. «Ты меня слышишь, да? Что тебе туда положить-то? Что у тебя еще нет?» Заявительница передала муляж денег пришедшему к ней таксисту. Полицейские проследили за ним, а затем задержали в Балашихе получателя наличных. Им оказался 30-летний житель Подмосковья. «Я искал какую-то подработку, наткнулся на группу. Там было написано, что прием наличный. Ну, я связался. Мне объяснили, что нужно будет из точки А в точку ГД оставить и все». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максим Козлов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сценические костюмы – не только важная составляющая любого выступления. Наряды должны соответствовать тематике номера и быть комфортными для артистов. А еще это визитная карточка творческого коллектива. Наша съемочная группа заглянула за кулисы Дворца культуры Видное и встретилась с заведующей костюмерной Татьяной Бакай, чтобы узнать о тонкостях ее профессии. На третьем этаже Дворца культуры Видное существует настоящая сокровищница. Две небольшие комнаты вмещают около тысячи сценических костюмов, головных уборов, аксессуаров и обуви. Все в блестках, золоте и шелках. И заведует всем этим богатством Татьяна Бакай. С 1991 года под ее четким контролем наряды творческих коллективов учреждения, большинство из которых сшила она сама. Конечно, Дом культуры закупает костюмы. Не много, но закупает. Но на все танцы не закупишь. Поэтому на малышей практически шью все время я. От художественного вкуса костюмера во многом зависит успех выступления. Татьяна Степановна привыкла доводить свои произведения до идеала. Вспоминает случаи, когда для номера хореографического коллектива нужно было сшить новые костюмы буквально за несколько дней. Танцевали в парке, а для открытой площадки на улице нужны яркие и эффектные образы. Я быстренько сшила комбинезоны. Выступают в парке у нас девочки, танцуют. Смотрю, ну что ж так бледненько, ну что ж так мне не нравится. Приносят, я сажусь, делаю аппликации. На следующий раз, значит, аппликации выходят с этими аппликациями. Мне это все равно не хватает. Сажусь, расшиваю блестками, выходят. Вот теперь нормально. Татьяна Бакай признается, вдохновение приходит внезапно. Руководители коллективов делятся с ней идеями, в каком образе они видят своих артистов на сцене. А костюмер воплощает фантазии в жизнь. Одним из главных своих шедевров считает костюм Кикиморы. Вот костюм Кикиморы, да. У нас был другой такой, прям, чуть ли не больное платье. Ну какая Кикимора в больном платье, да? Я думаю, угу, я шила когда-то это зеленое платье. Надо пришить аппликации, травы. Ну и получился шикарный костюм Кикиморы. Перед праздниками, когда много мероприятий, приходится шить наряды для нескольких ансамблей сразу. Татьяна рассказывает, легко работать с хлопчатобумажными тканями, а вот сложнее всего с легкими и воздушными, такими как крепсатин и органза. С шифоном очень сложно. У нас есть костюмы, танец называется «Весточка с фронта». И они пошиты, эти платья, из шифона. Юбки я делала двойные, лифа, конечно, нет, а юбки двойные. И шифон, он очень ползет, тяжелый очень материал. Но зато, когда наша хореография танцует где-то на конкурсах или где-то, все спрашивают, а где вы брали такие платья? Ну, костюмер нам сшила. Татьяна Бакай сама выступает на сцене. С 1977 года она участница театрального коллектива «Твит», но также много лет играла сказочных персонажей в детских спектаклях. Играла и Снегурочку, играла и Листом, и Привидений, Кикимор. А потом я доросла до Бабы-яги. И много-много лет я играла Бабу-ягу. Теперь я уже ушла на пенсию, как Баба-яга. Для Татьяны Бака ее работа – смысл и образ жизни, и настоящее призвание. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе живут и работают много интересных и талантливых людей. Наш корреспондент Юлия Стаферова расскажет о жизни и творчестве коренной видновчанки, библиотекаре и писательнице Ольге Савиновой. Ольга Савинова родилась в городе Видное, закончила вторую школу. На протяжении своей жизни работала в совершенно разных сферах. Но душа всегда лежала к литературе, а теперь увлечение стало профессией. У меня два высших образования. Одно из них техническое, другое гуманитарное. И никак не связано с библиотекой. Раньше я работала и инженером, и юристом последние годы. Но в связи с тем, что деятельность литературная мне стала близка последние годы, так получилось, что вот мне предложили, когда открылась эта библиотека, поработать здесь, попробовать. Так я стала библиотекарем. В настоящее время она работает заведующей библиотекой в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Со своей коллегой Светланой Земсковой Ольга Анатольевна сотрудничает не так давно. Но они уже стали дружной командой. Работаем мы здесь с 5 сентября с Ольгой Анатольевной. До этого не были знакомы, познакомились здесь. Проводим большую часть времени вдвоем здесь, ну как с посетителями. Очень интересный человек, доброжелательный. Для Ольги Савиновой книги стали частью жизни. И совершенно неожиданно для себя она сама начала писать произведения. Первая ее книга – это роман под названием «Последнее разделение». Ольга Анатольевна пишет в жанре философской фантастики, но мечтает о реальном. Здесь, конечно, я использовала факты древней истории нашей Земли, библейские сюжеты, в том числе. В общем, здесь переплетено настоящее с прошлым. И получилось, что книга, она не совсем фантастическая, потому что здесь очень много исторических фактов, которые я просто художественно описала. Ольга Савинова подарила нашей съемочной группе два экземпляра книги «Последнее разделение» со своим автографом. Подробное интервью о других произведениях библиотекаря и писательницы Ольги Анатольевны смотрите в новом выпуске программы «Страница 17». Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 13 января в субботу в Центральном парке города Видное состоится интерактивная развлекательная программа для детей, хороводы, снеговики и сдобы. Начало в 15.00. В музее-заповеднике Горки Ленинский также в 15.00 в субботу пройдет экскурсия, посвященная традициям званых вечеров русского дворянства XIX века. Билеты в кассах музея. В воскресенье 14 января в 11.00 в Доме культуры «Буревестник» в село Молоково покажут кукольный спектакль «Приключения Майи» и «Найи в поисках Деда Мороза». Внимание, вход платный. Там же в 14.00 волшебное представление тайно зачарованного королевства в программе «Встреча со сказочными персонажами» и игровая программа «Билеты в кассах ДК». В Центральном парке Видного в 15.00 воскресенье игры, конкурсы и семейные костюмированные турниры по хоккею в валенках под общим названием «Елки-санки-парки». Дворец культуры «Видное» приглашает 14 января в 16.00 на программу «Волшебное крещение». Мероприятие будет интересно для жителей старшего поколения и участников проекта «Активное долголетие». Желаем вам хороших выходных! Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова